Друзья, всем привет! Задайте себе один простой вопрос. А поверили ли вы в то, что Олег Татаров убивал чеченцев? Вне зависимости от того, что вы себе ответили, да или нет, вы в дураках. Потому что Владимир Александрович Зеленский вместе с «Украинской правдой» сделал из вас идиотов. Это была реприза, это была мизансцена. В чем он профессионал? Потому что вот этим вот ответом и вопросом он вас отвлекает от того, что происходит на Донбассе. От того, что русские продвигаются по 3 км в день. От того, что Новогродовку, с которым 14 тысяч населения было до войны, сдали за 3 дня. Ну, как пишет немецкий обозреватель Рёбке в журнале «Бильд», без единого выстрела и без потерь у россиян. То есть переброс обстрелянных резервов в Курск, переброс РЭП и ПВО в Курск. Остановка вот этих вот людей, которые только мобилизованы, не обстрелянные на Донбассе, там оставили. Все это для того, чтобы по договорнику сдать Донбасс. Сдает его Зеленский с Ермаком или только Ермак, я не знаю. Но картина выглядит именно так. А чтобы вы это не обсуждали, не задавали ему этих вопросов на пресс-конференции. Для этого вот вам фокус с чеченцами, Ермаком, Малюком, переводом Малюка в Малыша. И вот эта вот вся история с мемчиками, которую Ермак отлично обсудил с Александром Соросом. Заметьте, никто об этом слова не говорит, потому что сейчас прямо происходит сдача в Донбасс. Обращаю внимание еще на одну вещь. Ермак с Умеровым летят в Штаты для того, чтобы публично согласовать цели, по которым будут стрелять дальнобойным американским оружием. Серьезно? В условиях, когда американцы говорят, мы не хотим пересекать красные линии, не хотим втягиваться в Третью мировую войну. Байден говорит своему окружению о том, что его втягивают в Третью мировую войну. Приехать публично и сказать, давайте шмальнем по Кремлю, вот координаты подтвердите, подпишите. Да никогда они этого не подпишут. А для чего тогда это делается? Правильно, чтобы американцы не дали, не дали разрешение на то, чтобы бить по России дальнобойным оружием. Это миссия Ермака, который, по сути, в данной ситуации является явным или неявным агентом ФСБ и вишенка на торте. Я опубликую постоянно расследование о том, что ДБР в феврале, в первых днях российского вторжения, садал кучу материалов, которые касались государственных изменников, чиновников, свидетелей бюджета и чиновников действующей власти. Так вот, одно из дел, которое сожгли, это дело Вагнеровца. Последние четыре цифры 0665. Подписывайтесь на канал Дубинский Пров в Телеграме, в Ютубе. И это островок правды в условиях современной тирании. Будьте здоровы, пока!